К причастию, к Евхаристию, давайте мы сейчас помолимся. Дорогой Господь, слава и хвала Тебе, Боже! Спасибо Тебе за сегодняшний день, сегодняшнее служение. Спасибо Тебе за драгоценную кровь Иисуса Христа, которая умывает нас от греха. Спасибо Тебе за эту благодать, Господь, которую Ты изливаешь на нас, порой незаслуженно, Боже. Спасибо Тебе за эту драгоценную жертву, Боже, через которую мы имеем жизнь вечную, через которую мы имеем общение с Тобой, Господь. через которую мы призваны к вечной жизни там, на небесах, рядом с Тобой, Божий. Приготовь, пожалуйста, сейчас наши сердца, наш дух для того, чтобы принимать участие в этой церемонии, принимать хлеб и кровь Иисуса Христа, Божий. За все благодарим, молимся во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, да, мы переходим к причастию. По-разному в разных церквях, в разных динаминациях называют эту церемонию. Причастие, хлебопреломление, Евхаристия, как пастор сказал в переводе с греческого, это служение благодарности или благодарения. Итак, Евхаристия – это церемония, на которой мы принимаем кровь Иисуса Христа и едим Его плоть. Так ведь, да? Давайте мы прочтем 1 Коринфянам 11 глава, известный отрывок с 23 по 27 стихи. Если нашли, я прочитаю. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечерей и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Аминь. Друзья, наверное, для новых людей или для тех людей, которые никогда не ходили в церкви, никогда не ходили на собрания, которые не знакомы с церемонией причастия, наверное, было бы немного странно, может быть даже и страшно, да, слышать, что мы здесь пьем чью-то кровь и едим чью-то плоть. Аминь. Вот, некоторые могут даже покрутить у виска и сказать, сумасшедшие. Да, и нашим человеческим умом понять это невозможно. Если заглянуть в Евангелие и в историю первоапостольской церкви, то мы с вами можем понять, с каким отношением столкнулись и сталкивались первые христиане из числа евреев и язычников. Мы знаем и написано, что часть учеников Иисуса Христа, которые были рядом с Ним, когда только услышали о том, что им надо будет пить кровь и есть плоть, иначе они не смогут иметь части в Иисусе Христе, они что сделали? Они разбежались, они испугались. Также относились к первым христианам и в Римской империи. Ну, в общем, покрутили у виска, сказали, да это сектанты, вы что, они безумные. С другой стороны, несмотря на общественный натиск, общественное мнение и настроение в обществе, несмотря на все эти осуждения и порицания, с каким благоговением первые христиане шли и принимали причастие, благодаря чему мы и сегодня проводим эту церемонию. Сегодня уже многие знают, что в церквях есть такая традиция или церемония причастия. Итак, давайте немножко заострим наше внимание на прочитанном отрывке. Давайте посмотрим 25 стих. Там написано, «Также и чашу после вечерей и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Аминь. Давайте обратим ваше внимание на слово, здесь написано «завет». Написано «новый завет в моей крови». Итак, читая и размышляя над этими стихами, у нас должно быть понимание, а что такое завет, о каком завете Иисус говорит, что значит новый завет, и что такое старый завет. Итак, принимающий участие в Евхаристии, в причастии, должен быть в завете. Итак, какой завет мы с вами знаем, который многие из нас, присутствующих, уже заключили с Богом? Завет через водное крещение. Аминь. Итак, завет – это соглашение, договор, в котором участвуют две стороны. Обычно стороны, заключившие этот завет, соглашаются на определенные права, обязанности сторон. Но очень часто бывает, что эти стороны забывают про ответственность. С другой стороны, когда мы приходим к причастию, мы заявляем духовному миру, что я осознанно принимаю условия Бога. Я добровольно со своей стороны вхожу в этот завет, заключенный на крови Иисуса Христа. Итак, кто может принимать участие в причастии, в Евхаристии, люди, которые в завете с Господом. Аминь. Аминь. Итак, что мы делаем или должны делать, когда мы принимаем причастие? Я хотел бы заострить ваше внимание на нескольких пунктах. В 23 и 24 стихе давайте мы прочитаем. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Аминь. Я хотел бы заострить ваше внимание на фразе «сие творите». Эти слова звучат не как предложение или пожелание. Друзья, вы можете это делать, а можете не делать. Нет. Эти слова звучат как заповедь, то есть приказ или повеление к исполнению, что мы с вами и делаем. Поэтому для нас это не просто ритуал, привычка или какая-то рядовая церемония, чтобы хоть как-то разнообразить наше богослужение. Нет. Друзья, это заповедь, которую дал нам Иисус Христос. Заповедь, которую мы с вами должны соблюдать и исполнять. Его заповедь принимать причастие. И сегодня мы используем все те же самые символы, что и сам Иисус Христос. Это хлеб, как тело Иисуса Христа, и чаша вина, как кровь, проливаемая за нас. Аминь. Давайте пойдем дальше. Также в 23 и в 24 стихе написано, «Примите, едите, сие из тела мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Друзья, здесь я хотел бы заострить ваше внимание на фразе «в мое воспоминание». Как часто мы своей человеческой памятью забываем добрые дела. Правда? Бывает? Мы забываем помощь, поддержку, когда нас выручили в трудную минуту. Есть такая, как не притча или фраза, говорят, помоги человеку 9 раз и откажи ему 1 раз. 9 раз он забудет и запомнится только 1 раз, когда ему отказали. Забываем иногда настолько, что так много, что забываем, что сделал для нас Иисус Христос. в быту, в повседневной жизни все это у нас замыливается и как-то становится далеким, отходит от нас. Мы очень часто забываем, что нам прощено и сколько нам прощено. Сколько милости Иисус дал мне. Каждый день я живу Его благодатью. Итак, друзья, Евхаристия или служение, благодарение должно вызывать у нас чувство благодарности к нашему Господу. Аминь. Следующий момент в 26 стихе. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Аминь. Через причастие мы возвещаем о смерти Иисуса Христа. Он не просто умер. Он не просто умер своей смертью от преклонных лет, от болезней или еще чего-то. Многие из вас помнят снимки римских плетей от всего инструментария, который был для пыток Иисуса Христа. У многих из нас перед глазами стоят кадры из фильмов, художественных фильмов с избиением Иисуса. Друзья, это была мучительная смерть, долгая и позорная. И всякий раз, каждый раз, когда мы с вами собираемся на Евхаристию, мы вспоминаем, что Иисус умер и какую дорогую цену Он заплатил за нас, за искупление наших с вами грехов. Аминь. И дальше, в 26-м стихе. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Аминь. Друзья, здесь я хотел бы заострить ваше внимание на последней фразе «доколе Он придет». Если мы ожидаем Иисуса снова, который умер, который был распят, значит Он и воскрес и восседает Одесную Бога Своего Небесного Отца. Дорогая Церковь, заострив внимание на вот этих вот моментах, какие мысли у вас приходят? В этих четырех пунктах можно сказать, что скрыто все Евангелие. Через церемонию Евхаристии и Причасти мы возвещаем о том, что Христос умер за наши грехи и за то, что Он и воскрес. Соответственно, если мы верим в Иисуса Христа, мы и воскреснем с Ним тоже снова. Давайте мы сейчас размышляем и заглянем в себя, с каким сердцем я сегодня приступаю к причастию, с каким отношением. Есть ли в моем сердце эта благодарность Иисусу за то, что Он сделал для меня? А какую ответственность я несу с моей стороны заключенном этом завете? Что я несу и что я делаю для соблюдения этого завета с моей стороны? Давайте, пока мы сейчас размышляем, я хотел бы пригласить пастора Романа и пастора для того, чтобы провести эту церемонию. Да, я хотел бы попросить, кто в завете, кого совесть не обличает и кто считает себя частью церкви, не важно, поместной или какой-то другой церкви, вы можете встать, чтобы мы видели, кому преподать. встать,